140 лет исполнилось в этом году со дня открытия эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское. Сегодня это крупное предприятие, которое обеспечивает перевозки сотен тысяч пассажиров по нашей области и в соседние регионы. С работой железнодорожников знакомилась Наталья Стеганцева. Официальная дата создания депо 25 июля 1871 года. Тогда в парке было всего 4 паровоза, но в начале 20 века, благодаря активному развитию железной дороги, оно стало одним из крупнейших в Царицыне. Во время Великой Отечественной войны здесь, как и по всей стране, работали на нужды фронта. В цехах депо даже делали вооружение, металлические головки для снарядов. Но главной задачей, конечно, была транспортировка эшелонов с эвакуированными и перевозка военных грузов. Тогда, вспоминают ветераны, машинисты и их помощники в каждый рейс ходили, как в последний. Немецкие летчики буквально охотились за составами, чтобы остановить движение транспорта, а значит, прервать обеспечение фронта. Им нужно, в первую очередь, уничтожить паровоз, вывезти из строя. И вот как вот по документам, по-немецкому, у них за разрушенный, уничтоженный паровоз, летчику выдавался железный крест. Сегодня депо «Волгоград-Пассажирское» является эксплуатационным. Локомотивные бригады из машинистов и помощников, всего около 800 человек, вводят пассажирские грузовые составы в различных направлениях. В пассажирском движении депо обслуживают в пяти направлениях. Это «Волгоград-Астрахань», «Волгоград-Поворино», «Волгоград-Котельниково» и «Волгоград-Лихая». Мало того, обслуживаем весь участок на тепловозной тяге по пригородному движению. В своей работе локомотивщики делают упоры на обеспечение безопасности пассажиров. А это значит, у машинистов и помощников должен быть высокий уровень подготовки. На базе депо оборудован техкабинет, где на специальных тренажерах можно отработать любые ситуации, а также готовятся новые кадры. Кроме того, в последние годы началось активное обновление подвижного состава. Приходят новые тепловозы и электровозы, на которых работать приятно, есть кондиционер, удобные кресла, делятся впечатлениями машинисты и учтены все современные требования к безопасности движения. В плане безопасности здесь очень много систем состоит. Если даже, спасибо Богу, что случится с машинистом или с помощником, ну мало ли, тепловые удары там или еще что-нибудь, спасибо Богу, случилось, то есть система, которая самопроизвольно остановит локомотив и состав. В этом году в депо подступило пять новых локомотивов серии ТЭП-70БС, которые используются для вождения длинно-составных поездов. Они оборудованы микропроцессорной системой управления и могут развивать скорость свыше 100 км в час. Наталья Стегонцева, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.